Всем привет! Рад вас всех здесь видеть. У вас так много пришло на доклад. Как сказали, меня зовут Артищев Евгений, и я работаю в самой крупной команде мобильной разработки РФ в Сбербанке над проектом Сбербанк Онлайн. И мой доклад называется «Сегодня работаем сетью эффективно». И, наверное, стоит объяснить, что я понимаю под термином «эффективно», потому что у каждого могут быть разные ожидания. Сегодня под «эффективно» я буду понимать то, что мы не конструируем с вами велосипеды с квадратными колесами, мы пытаемся их всячески избегать. Для этого мы осознаем, как работают инструменты, которыми мы пользуемся, и как их правильно использовать. И самое главное, мы можем с вами эффективно и быстро решать поставленные нам задачи. Но нюанс. Я не буду сегодня говорить о том, как сделать ваши сетевые запросы быстрее. Это прям отдельная большая тема. У меня есть пару доп-слайдов. Если останется время, и у вас будут вопросы, вы можете немножко поспрашивать. Мне кажется, что в современном мире существует такая тенденция, когда особенно начинающие разработчики сразу хватаются за какие-то фреймворки сторонние, сразу гуглят, как использовать и как решать какие-то задачи на основе этих фреймворков, и избегают нативные средства. И от этого они чувствуют себя немножко грустненькими и обделенными. И все мы с вами живем в некотором информационном поле, которое пополняется из информации, которую мы берем, из статей в интернете, из вопросов, которые нам задают на собеседованиях, или просто из общения с нашими коллегами. И очень часто в это информационное поле могут закрасться какие-то мысли или практики, которые могли быть не самыми точными, не самыми лучшими. Мы их частенько не пытаемся подтвердить или проверить, как они работают на практике, и сразу начинаем использовать и распространять дальше. Поэтому у моего сегодняшнего доклада есть целая миссия. И я хочу, чтобы на выходе этого доклада вы в первую очередь научились фильтровать это информационное поле, которое есть, и выбирать из него действительно лучшие практики. И научиться их проверять, когда это действительно необходимо. Я буду говорить про нативные инструменты, поэтому будет классно, если на выходе доклада вы освоите что-то новое, именно из нативных инструментов, которые есть у Apple, и научитесь решать простые задачи действительно просто. И вишенкой на торте всего этого будет, если вы напишите кучу классных статей, расскажете своим коллегам и начнете задавать новые интересные вопросы на собеседованиях. Но прежде чем начать, прежде чем стать чуть более эффективными, нам нужно понять, на каком уровне сейчас мы с вами находимся. Поэтому сейчас будет небольшой стресс-тест. Простите меня за это. Я вас прошу в нем поучаствовать, не стесняться. В нем нет ничего страшного и сложного. Будет всего два вопроса. Вопрос номер один. Сейчас появится код. Вот он появился. И есть четыре варианта ответа. Я дам вам секунд где-нибудь 15-20. Вы его прочитаете, выберете про себя один ответ, а потом мы проголосуем. Не бойтесь, про эти результаты никто не узнает. Ни ваши тимлиды, ни кто другой. Будьте честными. Не кричим, мы сейчас будем массово голосовать. Еще пять секундочек. Так, давайте, поднимайте руки, кто считает, что первый вариант. Так, я еще плохо вижу, но окей. Давайте второй вариант. Ага. Третий. Ага. И четвертый. Окей. Окей. Те ребята, которые поднимали руку последними, они правы. Это четвертый вариант. Смотрите. Мы создаем две конфигурации. У нас это reference тип. У нас будет два инстанса в памяти. Они разные. На основе их мы получаем два разных инстанса сессии. И потом мы сравниваем их именно по указателю в памяти. Это разные инстансы, поэтому у нас будет два фолса. Если бы в первом сравнении было бы равно-равно, то в первом сравнении был бы true, потому что на выходе у нас были бы две конфигурации с одинаковыми параметрами. Поэтому был бы тогда ответ 2, но здесь правильный 4. Не расстраиваемся. Есть еще попытка исправиться. Есть вопрос номер 2. Схема такая же. Есть код. Смотрите, я создаю конфигурацию. На основе нее сессию. И задаю делегат этой сессии. Это важный нюанс. Дальше я создаю дата-таску и запускаю ее. И ниже у меня определен делегат этой сессии, в котором я делаю принт-делегат. В комплишен блоке дата-таска я делаю принт-клоужер. Вопрос в том, что выведется в консоль. Давайте. Еще 10 секунд. Какие у вас напряженные лица. Давайте голосуем. Кто за первый вариант? Так. Не стесняемся. Второй. Можно поднимать повторные руки. Мне кажется, я не замечу. Третий. Так. И четвертый. Очень круто, что много мнений. Здесь ответ правильный, диаметрально противоположный. Это первый. Не знаю, знали ли вы или кто-то предположил и угадал, кто поднимал руку за первый вариант. Но completion блок будет перекрывать делегат от URL-сессии о завершении. Поэтому он просто не вызовется. Здесь все просто. Вызовется принт только клоужера. Все, выдыхаем. Тест закончен. О результатах никто никогда не узнает. И обещаю, больше не будет никаких интерактивов во время доклада, поэтому вы можете просто спокойно его слушать. И спасибо вам. Вы все большие молодцы. Можно чуть-чуть друг другу похлопать за смелость. И как минимум, возможно, вы не зря сюда пришли. Я надеюсь, что вы узнаете что-то новенькое. Давайте к теме доклада переходим. Что будет в докладе? Первым делом мы освежим наши знания о сетевом стеке от Apple. Я думаю, это нужно сделать. Это будет быстренько. Мы посмотрим на какие-то простые штуки и пару сложных нюансов. А дальше начнется именно кукбук по практическим кейсам. Я буду рассматривать определенные кейсы, которые мы часто решаем на работе. Они будут строиться по принципу. Сначала мы смотрим то, как мы могли бы сделать не самым оптимальным путем. Потом какие у нас есть нативные варианты на основе стека от Apple. Какие будут кейсы? Работа с блоками-делегатами, работа с HTTP-хидерами, кеширование запросов и изображений, аутентификация работы с HTTP-куки, определение наличия сети, логирование сетевых запросов и сбор сетевых метрик. Может быть, не самый популярный кейс, но в крупных компаниях так часто делают, я уверен. Давайте начнем. Начнем с сетевого стека от Apple. Что в нем вообще есть? Со современного стека. Как считает сам Apple, картинка с их гайда, их сетевой стек делится на четыре уровня. Это WebKit, это URL-сession, которым мы пользуемся большую часть времени, который. CF-нетворк — это уровень, который лежит под URL-сession. И BSD-сокеты или сокеты Berkeley, как они еще называются, это самый нижний уровень, который есть. Если с верхними двумя, я думаю, каждый из нас работал, про них особо ничего интересного не рассказать. Про CF-нетворк я просто покажу немножко кода. Возможно, у вас сработает ассоциативная память, и вы вспомните, что вы пользовались либо такими классами, либо видели ENAM, либо пользовались вот такими методами. Это значит, что вы работали с CF-нетворком. Если вы импортировали следующие C-шные либо или писали примерно такой код, допустим, если вы работали с SC-нетворк-речебилити, это значит, что вы пользовались интерфейсами BSD-сокетов. Я уже сказал, что помимо этого в сетевом стеке в фреймворке System Configuration есть SC-нетворк-речебилити. Как раз класс, который существует уже достаточно долгое время, который предназначен для того, чтобы определять наличие соединения. Про него будем говорить сегодня в докладе. Самый последний фреймворк, который появился из сетевого стека, это network. Он появился в iOS 12, который позволяет нам нырять с прикладного уровня стека модели оси поглубже, работая с TCP и UDP. Там тоже есть интересные классы, чуть-чуть поговорим про это. И отдельно хочу затронуть, что прямо в фундейшене есть интересный класс, который называется NS-нетворк-сервис. Может быть, не каждый им пользовался. Он предоставляет из себя доступ по работе с таким протоколом, как Bonjour. Это DNS-мультикаст. Если кто-то печатал с айфона и коннектился к принтеру через AirPrint, то это вот как раз протокол Bonjour. Вы ищите принтер согласно этому протоколу. Давайте чуть-чуть освежим то, что мы знаем про URL-сession. В первую очередь, это очень классный инструмент, который позволяет нам очень легко и прозрачно работать с протоколами HTTP разных версий, 1.1, 2, speedy, vtok. Она поддерживает очень крутые фичи, кэширование, прокси, работу с куками, аутентификацию. Про это мы как раз будем говорить в практических кейсах. Она позволяет работать в бэкграунде, совершать запросы в бэкграунде. Threadsave. Это значит, что создав instance URL-сession, вы можете вызывать методы с разных потоков, и у вас не будет краша, это безопасно. И она еще защищена дополнительной технологией, которую очень любит Apple. И, возможно, мы как разработчики не очень любим, особенно в iOS 9, когда она появилась, и наши HTTP-вызовы перестали ходить, это Apple Transport Security. Каждый из нас, конечно же, пользовался методом URL-сession-shared, но нужно точно понимать, что делает этот метод. В первую очередь, это порождающий паттерн Singleton. У вас возвращается instance всегда одного и того же класса. У этой сессии не назначен делегат, поэтому вы не можете пользоваться методами из URL-сession-делегата. Этот тип сессии всегда использует shared URL-cache, HTTP-cookie-storage и URL-credential-storage. У вас ограниченные возможности по использованию аутентификации, и она не работает в бэкграунде. Когда вам что-то нужно изменить из этого поведения, переопределить, допустим, кэш, работать в бэкграунде, подписаться на делегат, что вы делаете? Правильно. Вы создаете URL-сession с какой-то своей конфигурацией. В конфигурации базово есть три типа. Дефолтная, эфирмал или эфемерная и бэкграунд. Помимо этого, к композиции вы можете настраивать классы, которые входят в композиции в URL-сession-конфигурation. Это URL-cache, HTTP-cookie-storage и URL-credential-storage. Я надеюсь, что многие из вас работали с этими классами. Мы не будем подробно разбирать, что каждый из них делает. Мы сразу будем их применять в наших практических кейсах. Давайте поговорим про комплишены. Часто мы пишем такой код. В этом коде, в комплишен-блоке, исполняемой даты-таски, мы через какую-то нашу созданную GCD-очередь диспатчим и выполняем какой-то код. Не знаю, парсим результат ответа. В целом, ничего слишком критического в этом коде нет. За исключением того, что в механизме session уже существует механизм для того, чтобы задавать очередь обработки ваших комплишенов и делегатов. Есть один нюанс, что в коде в первом случае я использовал GCD-очередь. Это диспатч-кью. А в интерфейсе URL-сession вам нужно пользоваться operation-кью. Ну или NS-operation. Ничего сложного в этом нет. Я уверен, каждый из вас сможет создать operation-кью и засунуть ее в конструктор URL-сession. Есть один важный нюанс, который просит вас соблюдать Apple. Эта очередь должна быть обязательно типа serial. Почему? По очень простой причине. Смотрите, у нас есть два data-таска, которые исполняются, и у них два комплишена. И встает вопрос, когда у нас срабатывают комплишен-блоки, у нас может перемешиваться код, который есть внутри этих комплишен-блоков? Если у вас очередь типа serial, то никогда не сможет. У вас обязательно выполнятся эти блоки последовательно. То есть будет либо 1, 2, 3, 4, либо 3, 4, 1, 2, но никогда в перемешку. И это очень важно. Об этом написано в доках Apple. Если вы переопределяете очередь для обработки своих делегатов и комплишеном, пользуйтесь, пожалуйста, очередью типа serial. По умолчанию, если вы задаете nil, автоматически создается serial очередь. Еще важный нюансик. Возможно, не каждый знает. Он присутствует вот в этой строчке кода. Но URL-сession ретейнет своего делегата. Это, возможно, очень странное поведение, которое неинтуитивно понятно и незнакомое нам. Ну, это действительно так. Об этом также сказано в гайдах. И у вас есть метод URL-сession, который позволяет разорвать эту ссылку. Он называется invalidate and cancel. Вам нужно явно его вызвать, чтобы, соответственно, URL-сession отпустила своего делегата. Давайте краткие мемо-ноуты по этой маленькой темке, которые были. URL-сession thread-save. Вы можете вызывать инстансы ее с любого потока. И это безопасно. И это классно, удобно. Коллбеки и делегаты возвращаются через serial-очередь. Вы можете назначить свою. Тем самым вы можете избавиться от одного оверхеда на диспатчинг, если вы используете свою кастомную GCD-очередь и делаете диспатч-асинк руками. URL-сession работает сама по себе асинхронно. То есть внутри у нее есть своя очередь исполнения. Вам не нужно заворачивать вызов дата-таска в какую-то дополнительную очередь. Такое иногда встречается. И URL-сession ретейнет своего делегата. Об этом нужно помнить и пользоваться правильным методом для того, чтобы разрывать эту связь. Мы двигаемся дальше. Поговорим чуть-чуть про HTTP-хидеры. Многие из вас знают, что это такое. Не останавливаемся на этом. Часто в нашем архитектурном слое есть такая задача. У нас есть какая-нибудь фабрика или билдер, не говорим сейчас про паттерны, которые мы используем, задача которых — наполнить наш URL-реквест какими-то общими хедерами. Что мы можем сделать? Мы можем написать код примерно такого уровня. Мы конструируем URL-реквест, задаем через набор методов setValue for HTTP-header-fill те хедеры, которые нам нужны. Но внутри URL-сession-конфигурейшн уже есть удобный для этого механизм. Я рекомендую вам им пользоваться. Есть специальное свойство HTTP-additional-headers, в которое вы добавляете тех хедеры, которые хотите, чтобы по умолчанию добавлялись ко всем запросам, которые будут проходить через сессию с этой конфигурацией. Тут особо нечего больше рассказать, поэтому сразу мемо-ноуты. Общие хедеры мы настраиваем в URL-сession-конфигурейшн, в HTTP-additional-headers. Мы можем их всегда переопределить через URL-реквест. Тут очень простое интуитивное правило, что хедеры, которые в URL-реквесте, они перекрывают те, которые в HTTP-additional-headers. Ну, это интуитивно понятно. И еще один важный совет. Пожалуйста, никогда не модифицируйте руками следующие хедеры, потому что URL-сession работает за вас, и многие задачи решает под капотом. Если вы начинаете вмешиваться в процесс ее работы, то некоторые делегатные методы будут неправильно вызываться, вы будете получать какое-то неожидаемое поведение. Давайте поговорим про тайм-ауты. Ну, все мы знаем, что наши сетевые запросы нужно ограничивать по времени. Это практика хорошего тона. Но, наверное, не все знают, что есть несколько механизмов, как это сделать. В первую очередь, на уровне конфигурации сессии есть два таких интересных свойства. Одно — это тайм-аут интервал for request, а второе — это тайм-аут интервал for resource. И у них есть разные значения по умолчанию. В первом случае это 60 секунд, во втором случае это 7 дней. И между ними есть, конечно же, разница. Тайм-аут интервал for request — это именно тайм-аут, который срабатывает между ближайшими порциями полученных данных от сервера. Тайм-аут интервал for resource — это общее время ожидания всего ответа от ресурса. Почему существуют два свойства, и почему важно знать, как они работают по умолчанию? Потому что в iOS 11 появилось очень классное свойство. Я вам рекомендую его использовать. Wait for connectivity, которое будет заставлять ваш запрос ожидать появления сети, если ее нет в настоящий момент времени. И это свойство ожидает именно по тайм-аут интервал for resource. Поэтому если вы не переопределите значение по умолчанию, то ваши сетевые запросы будут ожидать 7 дней. То есть бесконечное время. Вряд ли пользователь в вашем приложении непрерывно проводит 7 дней. Поэтому задумывайтесь. Вам, наверное, нужно его сократить. Может быть, поставить 300 или 120. И еще про wait for connectivity. Background-сессии используют его по умолчанию. Ну, это, наверное, логично, потому что мы исполняем какие-то длинные, долгие задачи в фоне, и нам нужно ожидать появления сети. Собственно, этот слайдик превращается в memo-ноуты. Я не буду его копировать в новые и повторять эти пункты. Здесь все просто и понятно. Дальше веселей. Дальше мы переходим к моей любимой теме. Мы даем клятву вместе с Бартом Симпсоном, что мы больше не будем создавать свои велосипеды. Давайте рассмотрим, какие есть. Начну со своего любимого. Я его называю менеджер изображений. Тут интуитивно должно быть понятно, что мы хотим сделать. Мы хотим сделать какой-то класс, который закачивает картинки из сети. Он их сторит. Он может сторить их в оперативной памяти или на жестком диске. Он умеет их стирать и удалять, когда у них истекло время жизни. И, соответственно, когда я в следующий раз к нему обращаюсь, он мне достает картинку из кэша. Ну, зачем я это рассказываю? Я думаю, это понятно. Я начинающий разработчик. Я такой, как мне сделать этот класс? Полезу-ка я в Google, посмотрю, что он мне предложит. Я вбиваю какой-то запрос, который мне кажется разумным. iOS Cash Image. Ну, какую еще картинку я могу кэшировать, если не скачу на из интернета? И смотрю на первые две ссылки, выдачи, которые есть. Как я их анализирую? 2018 и 2017 год. Это какие-то современные истории. HackerNoon — это какой-то известный портал. Доверюсь-ка я ему. Что мы видим? Видим примерно такой код. Я его сократил для основной сути. В целом, смертельного в этом коде ничего нет. Мы выкачиваем изображения, дальше их сторим в NSCache. У меня есть вопрос. Я хоть и начинающий разработчик, но чуть-чуть почитал доку Apple. Я знаю, что NSCache не предназначен для того, чтобы сторить на жесткий диск. Как мне с этим быть? Об этом вроде не пишут. Я еще такое делаю предположение. А, наверное, еще нужно ограничивать количество открываемых соединений, потому что я же не буду выкачивать тысячу картинок в бесконечном скролле одновременно. Окей. Как сделать хорошо? Сделать хорошо на самом деле очень просто. Всего в четыре строчки кода. Вот они. Мы создаем конфигурацию типа default. Мы конфигурируем URL cache. Конфигурируя URL cache, у нас есть два основных свойства. Это лимит в оперативной памяти и лимит, который мы будем сторить на жестком диске. И задаем путь до кэша на жестком диске. Дальше я еще задаю максимальное количество TCP-соединений, которое будет открываться. Пять. По умолчанию четыре. Я просто чуть-чуть его приподнял. Мне пятерка чуть больше нравится, чем четверка. И создаю сессию. Дальше все просто. Я создаю дата-таски и выкачиваю мои картинки. Единственное, что нужно сделать, нужно убедиться, что это работает. Давайте проверим. Все очень просто. Я иду в папочку своего приложения, открываю ее. Вижу там папочку images. Та самая, которая должна была быть создана для моего кэша. Захожу внутрь. Там есть несколько странных файликов и папочка fs-cash-data, внутри которой я вижу файлик с каким-то сгенерированным unique ID в виде имени. Но там размер файла 550 килобайт. Я его открываю и вижу, что это моя картинка. Это он. Все классно. Как это работает? Интересно же. Давайте посмотрим файлик кэш-дб. Это SQLite 3 базы данных. Тут все просто. Она очень интуитивно понятная. Там несколько таблиц. Я не помню, сколько конкретно. Пять или шесть. Я зацепился и начал с этой. Потому что здесь я увидел свой unique ID, того файла, который лежит на жестком диске. Вот он. Дальше я открыл какую-то случайную следующую и заметил одну особенность. Что во всех этих таблицах есть колонка entry ID. И там есть какое-то значение. И оно сквозное. Ну, видимо, это какой-то primary key в этой таблице. Поэтому primary key в другой таблице я вижу тот URL, из которого я скачивал это изображение. Там есть и другие параметры, как раз time to leave, время последнего апдейта этой картинки. И еще что интересно, в первой табличке мы видим такую колонку isDataOnFS. FS — это, видимо, файл-систем. И там единичка. Все логично. У нас изображение скачено, присутствует в файловой системе. Вроде работает. Как в итоге работает кэширование? Мы можем кастомизировать и настраивать URL-кэш в URL-сession-конфигурэйшн. Он позволяет нам хранить данные в оперативной памяти и на жестком диске. При этом это касается не только изображения, это касается любых HTTP-запросов. Он автоматически очищается. С оперативной памятью понятно, когда приложение выгружается, оперативная память отводимая системой тоже очищается. С хранилищем на жестком диске чуть поинтересней. Оно чистится, когда умирает ресурс по time-to-live, и еще он может полностью грохнуться системой в случае, если у нее не хватает места. Тут есть один важный нюанс. Система убьет ваш persistent cache только в случае, если приложение выгружено из памяти. У запущенных приложений она не может это сделать. Это также написано в документации. По крайней мере, рекомендую этому поверить. URL-кэш также thread-save, так же, как и URL-сession. Можно к инстансам обращаться с разных потоков, и его можно делать производные классы от URL-кэш. Единственное правило, которому рекомендует Apple следовать, это делать это также в thread-save манере. Вы можете переопределять методы, которые кладут в кэш и достают из кэша. Как управлять кэшом? Есть несколько уровней. Первый — это тип сессии, которую вы создаете, тип конфигурации сессии, точнее говоря, дефолтная или эфемерная. Про эфемерную я раньше не рассказывал, здесь сейчас самое время. Эфемерная отличается тем, что она никогда не засторит ваши данные на persistent storage. То есть это касается куки, это касается кэша, это касается URL-креденшел. Они всегда будут жить в оперативной памяти и очищаться вместе с ней автоматически. Этот тип сессии классно подходит для запросов с какими-то критическими пользовательскими данными, которые никогда не должны закэшироваться, ну или попасть на жесткий диск. Далее мы настраиваем в URL-сession configuration URL-кэш, как только что показывал. И еще на уровне URL-реквеста у нас есть такое свойство — кэш-полиси. Каждый его наверняка видел, это и нам, по-моему, из шести значений, два из которых не реализованы, по-моему, до сих пор. И там есть такое интересное значение — use protocol cache policy, который стоит по умолчанию. И я думаю, многие из вас задумывались, а как оно работает? Ну, типа использовать политику кэширования протокола. Давайте посмотрим на доку от Apple. Там есть такой алгоритм. Он специально маленький, блок-схема специально маленькая, чтобы вы не разглядывали, не вдумывались в нее. Это опять на ассоциативную память. Кто, может быть, открывал, помнит эту картинку. Алгоритм очень простой. Там примерно следующие шаги. Мы проверяем, есть ли значение в кэше. Потом мы проверяем, нужно ли валидировать его каждый раз. Если нужно, отправляем head-запрос. Head-запрос — это тот, который не получает бади, а только обратные HTTP-хедеры. И если у нас есть изменения, допустим, изменился last-modified time, мы обновляем кэш. Вроде все понятно. Можно проверить. Можно чуть-чуть посмотреть спецификацию протокола HTTP. Там есть такой хедер, как cache-control, который как раз отвечает за логику работы с кэшированием согласно протоколу HTTP. Там есть такие свойства, как nocache, must revalidate, public-private, max-age и еще куча других, которые описаны в спецификациях. Я немножко позаморачивался. Я с помощью Чарльза и Вайршарка посмотрел, какие пакетики ходят, работают ли эти свойства кэш-контрола. Они реально работают. Ну, nocache, понятно, не кэширует, must revalidate каждый раз будет ревалидировать, max-age равный 90 будет заставлять ваш ответ жить 90 секунд. Единственное, с чем я столкнулся, вместо head-запроса у меня всегда уходил get-запрос. Я не смог это объяснить. Это действительно так. Я перебрал множество значений кэш-контрола. Потом я посмотрел в интернете несколько гайдов людей, которые делали то же самое. У них тоже всегда уходил get-запрос. Возможно, либо это такая оптимизация, типа зачем кидать head в современном мире, зачем экономить трафик, давайте сразу get-ом получим новую картинку и положим ее. С другой стороны, может быть, картинка алгоритма Apple немножко устарела, и они модифицировали это поведение. Давайте мемо-ноуты по теме кэширования. Кэшировать изображение можно и нужно с помощью URL-сession. Не придумываем свои велосипеды с NS-кэшом, с файл-менеджерами и прочими инструментами. URL-сession работает с политикой кэширования HTTP. Это очень классно, если вы делаете какую-то кросс-канальную историю, у вас один бэк на фронты типа мобилка и браузер, все фронты будут работать. Кэшировать можно и нужно любые HTTP-запросы типа get. Вы сразу получаете N бенефитов от этого, вы разгружаете свой бэк, снимаете на него нагрузку, вы экономите батарейку пользователя, потому что не открываете лишние соединения с телефона, и ваш пользователь получит данные быстрее. Он не будет знать за кэшированное значение, либо вы реально сходили в сеть, но он будет вам за это благодарен. Переходим к следующему. К аутентификации. Чуть менее попсовая тема. Я думаю, многие знают разницу между аутентификацией и авторизацией. Мы про это не будем говорить. Напомним, что такое basic authentication. Basic authentication. Мы делаем запрос на сервер. Сервер нам возвращает 401 статус-код. И в HTTP-хедерах у нас присутствует хедер 3W-authenticate, который передает нам тип аутентификации, real, к которому мы стучались. Мы в ответ должны с клиента передать HTTP-хедер authorization, куда мы засовываем тот же тип, который нам прислал сервер, это basic, и передаем закодированный в B64 связку из логина и пароля. Давайте посмотрим на худший код, который мы можем написать, который я сам писал. Он выглядит примерно так. Мы получаем ответ от сервера, залезаем ручками в HTTP-хедеры, которые нам прислал back, ищем там 401 и какую-то реализуем логику по аутентификации. Что здесь плохо? По личному опыту. Что делать с параллельными запросами? У нас на back могло уйти одновременно 5 запросов, каждый из них получает 401. Мы запускаем нашу логику обработки, нам нужно эти запросы стопить, сохранять, создавать единый запрос на аутентификацию, ждать, когда он пройдет, потом возобновлять эти наши засторенные запросы. Не очень круто. Давайте посмотрим в интернете, что пишут умные люди. Схема похожая. Делаем запрос, смотрим на первые 3-4 результата. Смотрим, релевантные они или нет. Да, 17-й год, 16-й, присутствует слово Swift, все, что нужно. Что нам советуют умные люди из интернета? Они советуют реально код, который чуть лучше, но не до конца. Тут уже знакомая история. Они используют HTTP-additional headers и передают туда HTTP-хедер авторизейшн, соответственно, с связкой логин-пароль. Дальше я вызываю метод. Это, кстати, классная пишка. Если кто-то задумывался о том, как ему быстренько проверить, работает его basic-аутентификация или нет, есть публичный ресурс, который позволяет вам это сделать. Туда надо передать связку guest-guest, и он вам, соответственно, ответит. Получаем 200-й статус-код. Окей, наша аутентификация прошла, но что мне не нравится? Мне не нравится, что basic-аутентификация передается в каждом запросе. Меня это, во-первых, немножко начинает смущать. У меня есть разные подозрения на этот счет. Зачем лишний раз передавать, если не нужно было? Ну и на чуть-чуть мы увеличиваем трафик, хотя это, конечно, не критичная история. Но, наверное, есть прям идеальный вариант. И он реально существует. Это была четвертая ссылка. Я не поленился дойти до четвертой ссылки. Выглядит она следующим образом. Мы используем механизм URL-креденшелов. Соответственно, мы создаем URL-креденшел, в котором пишем нашу связку логина и пароля. Персистан задаем, допустим, для сессии. Дальше нам нужно создать некоторый protection space для этого URL-креденшела. Мы его ограничиваем только basic-аутентификацией, протоколом HTTPS, базовым портом 443, тем самым хастом, на который мы ходили, и реломом, который с него получили. Засовываем в credential storage конфигурационной сессии и совершаем запрос. И также получаем 200-й статус-код. Классно. Но есть нюанс. Если вы представите, как это бывает в реальных условиях, здесь я за хардкодил логин и пароль в коде. Возможно, и часто бывает, пользователь должен вводить свой логин и пароль, поэтому хочется посмотреть, есть ли что-то в нативном мире для того, чтобы это реализовать. И да, оно существует. Apple подумали за нас. Оставляем нижний код без изменений. За исключением одного мы добавляем делегат сессии, потому что нам понадобится делегатный метод. Делегатный метод did receive challenge. Мы, соответственно, в момент получения 401 ошибки любого запроса у нас срабатывает этот делегатный метод. И через completion, который нам вернулся, нам нужно подсунуть URL credential. И что здесь важно? Здесь я опять привожу пример, когда я URL credential создаю из кода с захардкоженной парой guest-guest. Но вы можете поднимать свой UI, допустим, с двумя текстовыми полями, сторить этот completion handler. Пользователь вводит данные в поля, нажимает кнопку submit, и вы вызываете этот completion handler. И это правильный алгоритм. Он так и задокументирован на Apple. Соответственно, этот делегатный метод существует именно для таких сценариев. Еще чуть-чуть по этой теме. Если backend может еще вернуть HTTP cookie, помимо просто basic authentication, пожалуйста, никогда не вычленяйте их руками, потому что они автоматически сохранятся в HTTP cookie storage, который существует у вашей конфигурации сессии. И самая классная вещь, которая здесь есть, то, что если вы создадите HTTP cookie storage с помощью конструктора с forgroup container identifier, у вас эти HTTP cookie будут шариться между приложением, часами, extensionами, если вы поддерживаете, не знаю, виджет у вас, допустим, существует. И это классно, потому что с watchOS 2.0 на часах появилась поддержка URL session, то есть вы аутентифицировались на телефоне, делаете запрос на часах, он у вас проходит, потому что HTTP cookie у вас расшарены между часами и телефоном. Давайте мемо-ноуты по аутентификации. Мы не обрабатываем 401 ошибку руками, мы используем для этого механизм URL credential. Дальше есть простой алгоритм. Если у вас постоянные данные для basic authentication, вы прям создаете URL credential в коде и засовываете в URL credential storage. Если у вас динамически меняются, и это зависит от пользовательского ввода, вы используете делегатный метод. И мы не сохраняем HTTP cookie руками, мы используем для этого HTTP cookie storage. Следующее. Сейчас поговорим про определение наличия соединения. Такая спорненькая тема. Почему спорненькая? Потому что многие из нас не задумываются, как это работает внутри, и из-за этого есть несколько мифов. Какой класс мы в первую очередь начинаем использовать для этого, какой мы находим в интернете? Это SC network reachability, который существует очень давно. И я видел пару раз такой код. Он даже в интернете встречается. Что мы делаем в этом коде? Какой смысл? Мы создаем reachability для какого-то хоста, проверяем, доступен ли хост, и потом совершаем сетевой запрос. Ну, типа, хост доступен, давайте кинем туда сетевой запрос. Пожалуйста, никогда так не делайте. Почему? Не мои слова. Это написано в гайде Apple. Там прям есть такая жирная фраза never use reachability as pre-flight check. И дальше краткое объяснение, которое примерно говорит о том, что это вам ничего не даст. Потому что, окей, вы проверите доступность, потом совершите сетевой запрос и получите на него ошибку. Можно сказать, что по теории вероятности у вас нет никакой гарантии, что в следующую дискретную единицу времени у вас этот хост будет доступен, что ваш сетевой интерфейс не будет лежать. Окей, как сделать правильно? Правильно очень просто. Мы сначала получаем сетевую ошибку, к примеру, от URL session, потом запускаем процедуру определения наличия сети и при восстановлении соединения повторяем запрос. Еще интересный нюанс. Я думаю, многие сталкивались. Если мы вернемся к предыдущему коду, если мы сейчас изменим существующий хостнейм Google.com на какой-нибудь несуществующий, то у нас все равно вернется reachable. Вот такая интересная история. И мы такие задумываемся, это бага или фича? Ну то есть так должно быть или не должно быть? На самом деле у Apple и на это есть ответ. Он чуть ниже, по-моему, в том же гайде, который говорит о том, что reachability не гарантирует вам то, что ваш хост ответит, и вы получите обратный пакет. SC Network reachability лишь проверяет возможность отправить исходящий пакет, положить его в ваш сетевой интерфейс. И дальше встает такой вопрос в наших головах, я его много раз слышал, а что такое вообще доступность сети? То есть как каждый из нас по-разному это может понимать? Чтобы чуть-чуть в этом разобраться, рекомендую обратиться к какой-нибудь книжке, не просто почитать интернет. Мне вот понравилось это, она будет в материалах. Очень компактная, короткая и прикольная, в отличие от всех талмутов по 500 страниц. Здесь всего 100. И я для себя сформулировал следующие три поинта. Что значит сеть доступна? Смотрите, сеть доступна, если я могу отправить исходящий пакет, положить его в сетевой интерфейс. Следующий поинт. Сеть доступна, если конечный узел получит мой пакет и ответит мне обратный. И третий. Я могу отправлять и получать данные. Что такое третий поинт? Смотрите, мы подсоединяемся к Wi-Fi в метро или в публичном кафе. И по факту как бы у нас есть наличие соединения, но мы попадаем на какую-то логин-пейдж, и мы не можем обратиться к Google.com. То есть мы не можем в реальности отправлять и получать данные. Окей. У нас теперь есть три таких поинта, что мы можем считать доступностью сети. Я такую сделал табличку сводную, немножко поресерчил. В ней будет способ определения, который я только что говорил. Будет потом протокол и уровень стека модели оси, кому интересно, как это определяется, и инструменты, которые есть для того, чтобы работать на этом уровне. Давайте начнем с первого. Я могу отправить исходящий пакет, положить его в сетевой интерфейс. Это работает очень похоже на дата-линк-лейере, на, допустим, таком протоколе, как point-to-point протокол. Как я это определил? Очень просто. Те флаги, которые возвращают SC network reachability, там есть интересный флаг transit connection, в котором прямо в доке написано, что этот флаг был получен, если, используя протокол типа point-to-point, мы смогли проверить соединение. Поэтому какие инструменты работают по этому принципу? Это SC network reachability, либо framework reachability, который является оберточкой вокруг эплового класса. Это новый класс nv-pass-monitor, который как раз появился в фреймворке network с iOS 12. И это то классное новое свойство с iOS 11, wait for connectivity. Если мы хотим быть уверенным в том, что хост нам ответит, чем мы можем воспользоваться? Самый легковесный и простой протокол для определения этого — это ACMP. Когда мы заходим в терминал и пишем ping google.com, мы как раз пользуемся этим протоколом. Он работает на интернет-лейере, это там же, где работает протокол IP. Он очень легковесный и простой. И не поверите, есть даже существующий инструмент. Есть даже от Apple реализация. Она называется Simple Ping. Я, честно говоря, про нее не знал до момента подготовки доклада. И на базе нее есть уже несколько других реализаций. Там есть свифтовая либо Swift Ping, есть, по-моему, Objective C-шная GB Ping. Я смотрел просто по количеству звездочек на GitHub по популярности. И не поверите, даже для третьего моего стейтмента того, что мы считаем наличием сети, есть существующие решения. Во-первых, есть протоколы, которые совершают вот эту аутентификацию, авторизацию, допустим, в метро. Они там называются Viz, Pro 2.0 и Radius. Это совсем верхний уровень Application Layer стека модели оси. И тут есть такие решения популярные. Это RealRachibility и Connectivity. RealRachibility вообще классная. В ней можно сконфигурировать то, как вы хотите определять доступность сети всеми тремя способами. Ну, прям конфигурируете. У него есть самый пополняемый набор хостов, по которым он будет пинговать и проверять, получил ли он реальные данные от них. Последнее, что хочу сказать по этой теме. Это такой слайдик с DubDub 2018 года, в котором Apple очень явно нам намекает, что нам пора отказываться от использования SC Network Lachibility и переходить на Wait for Connectivity. Вот там зеленая галочка. Это классный архитектурный подход к решению задач. Мемо-ноуты по этой теме. Мы не используем SC Network Lachibility или NVPath Monitor для pre-flight-чека. Я не стал переводить этот термин. Я думаю, понятно, что это значит. Мы запускаем мониторинг наличия соединения только после получения сетевой ошибки. Мы никогда не делаем это заранее. Лучше всего использовать Wait for Connectivity, как рекомендует Apple. Если у вас особенно приложение, которое не поддерживает много версий, там, до iOS 8 и 9, то использовать Wait for Connectivity становится вообще очень просто. И если вам нужна как бы гарантия реальной доставки пакета, то вам нужно использовать дополнительные инструменты и протоколы, про которые я говорил в табличке. Следующий блок. Логи сетевых запросов и метрики. Какие у нас есть здесь сценарии? Есть несколько типовых сценариев. Первый. Я пишу код, и мне во время разработки нужно посмотреть лог запроса-ответа. Что мне нужно посмотреть? Мне нужно посмотреть, что ушло на сервер, какие были HTTP-хидеры, какие вернулись. Может быть, мне нужно посмотреть ошибку, чтобы сейчас не ставить брейкпоинт, печатать через дебаггер, добавлять логи. Хочу сделать это просто. Далее. Я хочу включить расширенное сетевое логирование у какого-то конкретного пользователя на проме. У него есть проблемы. Я хочу сейчас каким-то тогглом включить, посмотреть, поанализировать. И третья история, наверное, которая актуальна для крупных компаний, но мы здесь все с вами в основном из крупных компаний, это сбор сетевых данных, допустим, для аналитики. Для того, чтобы просто посмотреть, эффективно ли мы работаем сетью, какое у нас среднее время запросов, может быть, какая-то опишка слишком медленная. Там есть определенные метрики уже существующие, типа time to first byte, time to last byte. Используется или нет кэш, можно померить, можно DNS-респонсы смотреть, которые перед тем, как совершить реальный сетевой запрос и многие другие. Давайте начнем по сценарию, начнем с первого. Вывод логов. Как сделать самым простым способом? Заходим в environment variables и вводим туда cf-network-diagnostic. Есть три уровня. Первый, второй и третий. Это, соответственно, уровни, насколько подробно будут сыпаться логи. Третий самый подробный. Что еще? Классно, что environment variables можно задавать не только через менюшку запуска приложения. Мы можем это делать прямо в коде. Есть, соответственно, метод set-env environment variable. Мы туда его передаем, передаем уровень и единичку включаем. Почему важен именно этот метод? Именно этот метод нам позволит удаленно, если у нас есть механизм нашего тогла поверх этого, включить у какого-то пользователя или выключить уровень логирования. Логи будут сыпаться, мы их будем получать с клиента, потом анализировать. Что мы видим в этих логах? Я не стал их сюда, честно, засовывать на слайд. Там просто огромная портянка. Я думаю, вам один раз надо их включить и посмотреть. Но что мы там идеологически можем увидеть? Мы там можем увидеть запросы и ответы с хедерами. Очень подробные. Мы видим ошибки сразу уровней и URL session, и CF network. Мы видим URL credential, которые подсовываются в наш запрос. Мы видим вообще весь HTTP cookie storage, который есть, и те HTTP cookie, которые применились к нашему запросу. Видим, по-моему, еще даже путь до HTTP cookie storage, если вам надо, не знаю, ручками его открыть и что-то в нем посмотреть. Потом мы видим, прям есть явная пометка, использовался ли сейчас закешированный запрос или нет. И совсем внимательно, не знаю, зачем вам это нужно, там прям видно HTTP-чанки, которые уходят, их размеры, последовательности, размер фрейма есть. То есть это на третьем уровне, очень детальные логи. Окей. И с этим пока все. Давайте про третий сценарий, про который я говорил. Нам нужно собирать какие-то метрики. Ну, самая простая, которая может прийти в голову, мы хотим измерить время запроса. Как мы можем это сделать? Ну, так сказать, в лоб. Мы можем написать какой-то такой код. Перед вызовом запроса мы берем время, которое есть текущее, в момент завершения запроса берем новое время, вычитаем из одного другое, получаем время запроса. В этом коде нет ничего плохого, это не противопоставление сейчас, что худший код — лучший код. Но встает вопрос, вообще, что можно измерить еще и какие есть нативные механизмы для этого. Наверняка они должны существовать. Механизм существует, он появился в iOS 10, он называется URL Session Task Metrics, они автоматически собираются, есть делегатный метод сессии, который срабатывает в момент, когда они собираются для конкретного таска, и там достаточно большое количество метрик. Здесь я привел пример того, как измерить время запроса. Да, код выглядит чуть сложнее, я с вами соглашусь, тот казался компактнее, интуитивнее, проще. Но что важно, что важно, что когда мы зайдем в этот класс, мы поймем, что метрик куда больше, чем мы могли измерить, просто добавив время в начале и в конце. На самом деле, перед тем, как в реальности совершится сетевой запрос, мы еще сходим в DNS, посмотрим, куда нам нужно пойти, на уровне SSL установим соединение, то есть это все можно измерить, все эти метрики собираются и доступны вам. Допустим, в Firebase SDK, насколько я помню, эта штука прям автоматически считывается и визуализируется в красивой графике. Какие мемо-ноуты по этой теме? Если вам при разработке нужно увидеть логи, просто добавляйте CF Network Diagnostic трех уровней, который вам нужен. Вы можете включать этот уровень удаленно через Set Environment. И сетевые метрики уже есть в URL Session Task Transaction Metrics. Там есть просто метрикс и внутри Transaction Metrics. Вы можете забирать их оттуда. И достаточно большое количество метрик. Пора сделать паузу и вспомнить, что было на докладе. Сначала у нас был легкий стресс-тест. Наверное, вы уже про него забыли. Дальше мы освежили наши воспоминания о нативном стеке от Apple. Мы поговорили про порядок вызова completion блоков, что нам нужно использовать очереди сериал-типа. Мы поговорили о том, как работать с HTTP-хидерами, о том, что на уровне конфигурации сессии существует поле HTTP Additional Headers, которое позволяет нам задавать хедеры по умолчанию. Мы поговорили про то, как настраивать таймаут. И есть два свойства. И есть классное свойство Wait for Connectivity, которым Apple рекомендует пользоваться. Мы поговорили про то, как работает кэш-изображение с использованием URL Cache, про то, как кэшируются изображения и запросы, про то, как этим управлять. Мы поговорили про аутентификацию, не ручную аутентификацию через обработку 401 кода руками, а через механизм URL Credential и чуть-чуть про HTTP cookie. Разобрались в такой сложной мифической теме про определение наличия соединения и поговорили про логирование и сетевые метрики, которые можно собирать. Перейдем к финальным выводам и морали. Я очень надеюсь, что чуть-чуть смог воодушевить вас использовать нативный стэк по максимуму. В нем есть классные механизмы, которые решают многие задачи. Надеюсь, что вы не будете слепо доверять советам из интернета или мнением коллег. Лучше лишний разок проверить и разобраться, так ли это, как оно работает. Может быть, собрать какие-то прототипчики. И очень классно, если вы сделаете свой сетевой стэк немножко чище и проще нативными инструментами. Может быть, вы сделали себе какие-то отметки и принесете их в команды. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Здесь QR-код. Вы по нему можете перейти. Там большой гист со всеми материалами. Их там реально много. Так что пользуйтесь. Все. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Евгений. Вопросы? Спасибо. Было очень интересно. По-моему, это не было освещено в докладе. Извиняюсь, если я что-то пропустил или недопонял. Сейчас, да, вы правы, редко можно встретить в существующих уже больших проектах, чтобы сети работали нативными какими-то способами. Чаще всего приходишь, там уже закинут какой-нибудь Аламафая. Ну да. Пару лет назад мне пришлось решать такую задачу нативными способами. Нужно было в тело запроса пропихнуть одновременно параметры запроса, какие-то поля и их значения и какую-то дату, например, картинку отправить. И я в тот момент не смог найти какой-то человеческий способ, кроме как вручную формировать дату из строк, писать какие-то хардкожные разделители для данных. существует ли способ сделать эти по-человечески? Спасибо. А данные какие? То есть в HTTP body нужно было что-то добавлять запросов? Да. То есть параметры какие-то запросы, грубо говоря, там, не знаю, тот же логин, пароль и, например, картинку просто отправить. Есть же URL query params, насколько я помню. То есть механизм, в который, ну, если тебе нужно get, допустим, запрос собрать, ты добавляешь через URL query params ключ параметра его значения, потом дергаешь один метод, и он, либо этот метод у URL реквеста, и он на выходе получает там полный абсолют стринг, либо ты отдельно его URL query params дергаешь и добавляешь к реквесту. В общем, надо посмотреть, там был такой механизм, чтобы удобно собирать, не ручками формировать, вот этот тип амперсан, там имя параметра, равно и значение. Про query, это я, да, знаю, ну, вопрос в том, что именно в HTTP body запульнуть одновременно вот эти вот параметры и какую-то произвольную дату, передаваемый файл, ну, в пост запрос, соответственно. А какой у тебя формат внутри HTTP body используется? Я уже не припомню. Вообще можем, можем на самом деле обсудить что-то, сейчас мы в такую дискуссию спустимся реально, то есть можно прям в коде посмотреть, там есть удобный механизм. Спасибо. Спасибо. Ну да. Вот, по-моему, молодой человек тянет руку. Да, у меня, смотрите, какой-то вопросик по, вот смотрите, очень популярны, да, такие там фреймворки, как F-Networking, Color of Fire, да, соответственно, у меня вопрос, ну, меня на самом деле давно это беспокоит, а почему, если чуть-чуть копнуть, да, вот почитать, попробовать URL session, да, соответственно, он же, в принципе, достаточно гибок и позволяет очень многие вещи делать достаточно просто. Вот у меня, соответственно, вопрос, как вы считаете, да, почему? Я очень большой любитель прям нативного стека от Apple, я прям за него стараюсь всячески топить и, ну, там, использовать нативные инструменты. Почему? Потому что, во-первых, они прям обновляются, ну, достаточно быстро, понимаю, что год там разница между большими мажорными апдейтами, но фреймворки все равно не успевают за ними, ты уже, как бы, за ним засел, и ты не будешь использовать что-то новое, именно идеологическое, типа как свойство Wait for Connectivity. Ну, то есть оно, естественно, там добавилось где-нибудь снизу Alamofire, а потом появилось, но ты идеологически выстроил уже, там, в Alamofire есть свой там речебилити менеджер, который позволяет, наверное, на основе сцен Network Rечебility работать, и ты уже завязался на него, и тебе становится тяжело куда-то поворачиваться. Но, опять же, не во всех проектах можно добавлять спокойно сторонние зависимости, они чуть-чуть раздувают вес твоего приложения, то есть у тебя могут возникать там новые поинты, зачем, мощный механизм, ну, и весь environment, который есть вокруг нее, поэтому можно решать простые задачи просто, не нативненько. Спасибо. Спасибо за доклад. Такой вопрос, вот режим отладки сессии, он включается для всех запросов из приложения, то есть у меня WebView есть, допустим, я увижу эту информацию или нет? Для всех запросов, которые используют CF Network. Ну, URL Session под собой использует CF Network. Если это запросы внутри, сейчас вспомню, там был нюанс, если это запросы внутри UI WebView, они тоже будут падать в консоль, но UI WebView deprecated. Если это запросы внутри ВК, WebKit, ну, современного, который рекомендуется к использованию, они не будут туда падать, потому что там был слайд, где было четыре уровня, WebKit и URL Session разные, WebKit не использует CF Network под собой, поэтому они туда не попадут. И важный нюанс, спасибо за вопрос, я, видимо, пропустил это в своем докладе, хорошо свойство вот этот CF Network Diagnostic в том, что оно позволяет вам смотреть внутрь HTTPS соединений, и вы увидите расшифрованный трафик. Это прям работает в режиме отладки. Это классно. Спасибо. Почему никто не задает вопрос, как сделать этиовые запросы быстрее? Вопрос немножко промедленнее. Если вопросы фэллиться, то обычно хочется их повторять там три раза, например. Для этого нет никаких готовых решений, нужно в велосипед писать. Ну, типа ретри-ккаунта что-то хочется. Ну, или неправильно понял. По-моему, в LMA Fire было как раз свойство ретри-ккаунт, я сейчас просто вспоминаю, ну, типа, из отличия то, что есть, в URL Session про ретри-ккаунт. Какая ошибка? Вот, я понял. Ошибки, которые ты получаешь, могут быть принципиально N-типов. Может быть, ошибка именно сетевого соединения, типа, пропала сеть. Тогда Apple говорит, используйте wait for connectivity. Почему? Потому что у вас отвалилось соединение сейчас, вам как бы не нужно ретри-ить постоянно этот же запрос, физически, HTTP, заново кидать запрос. Вам нужно дождаться наличия сети и потом его повторить. Вот свойство wait for connectivity для этого. Если у вас ошибка логическая, что значит логическая, вам в HTTP статус-коде пришел, там, не знаю, 500 ошибка, это значит сервак лежит. Это уже за логикой URL Session, потому что URL Session, ну, мы знаем, он не вызывает error, когда у нас пришел HTTP статус-код. Он нам возвращает URL response, все, ты работай с этим, это другой уровень уже, следующий слой. Ну, и понятно, могут быть там ошибки уже в вашем прикладном там уровне, не знаю, часто встречается, возвращается 200-й статус-код, а там на третьей бэкэнд-системе была ошибка и в боди там какой-нибудь статус-код, error такой, ну, и это тоже уже другой совсем уровень. Поэтому, вот, наверное, wait for connectivity такой самый вариант. Еще вопросы? Угу, вижу. У меня вот такой вопрос. С помощью стандартных нативных способов можно как-то реализовать SSL-ping? Да, можно. Даже, наверное, нужно. Он в любом случае будет реализовываться на уровне URL session. В URL session delegate есть два делегата, просто для понимания. Есть URL session delegate, а есть URL session task delegate. И важно, потому что, как раз, допустим, в URL session делегате находятся методы. Там есть метод, который тоже называется did receive challenge, который очень похож на тот, который я показывал для 401 ошибки, но тот, который показывал я, он из URL session task делегата. И это разные методы. И вот метод, про который did receive challenge из URL session делегата, он как раз вызовется в момент установки SSL-хендшейка. Вы можете там вмешаться и реализовать свой там пиннинг с самоподписанным сертификатом, к примеру. Спасибо. Мы такое делали, работает. Спасибо за доклад. Такой вопрос возник. В самом начале ты рассказывал о том, что в NS URL session мы можем передать delegate self, то есть самого себя. и я должен по окончанию делегат этот выгрузить. Можешь поподробнее? Ну, да, чтобы у нас не завис self, но так как у нас получается мы retainем себя. На какой момент? То есть я вот получил ответ и я должен дождаться какого-то конкретного делегата, или я могу просто как получил ответ сразу дропнуть и пошли? Смотри, если я назначаю делегаты URL session, то мне нужны именно какие-то делегатные методы. Если мне нужно просто исполнить data task, я воспользуюсь completion handler, в конфигурацию не буду создавать, скорее всего, делегаты привязывать, потому что мне нужен какой-то промежуточный один класс на весь мой сетевой стек, который будет этот делегат обрабатывать. Я же не буду его переассайнивать и пересоздавать, соответственно, сессию с новой конфигурацией. Поэтому будет один класс. Скорее всего, сетевой слой живет все время, пока живет мое приложение. Ну, то есть по факту мне, наверное, не придется его во время работы своего приложения выгружать из памяти. Если мне придется это сделать, у меня будут какие-то явные условия, когда, я не знаю, исполнил все свои примерно сетевые запросы, больше никогда не буду и вызываю этот метод. Я не знаю, может быть такая ситуация, что я создаю несколько инстансов URL session в своем приложении, это нормальная история. Допустим, не знаю, они у меня привязаны к какому-то сценарию, у меня там координатор переключил view контроллера в какую-то новую логическую цепочку, которая вообще делает другая команда и у нее свой стэк. Ну, я имею в виду там свой технологический стэк. У нее URL session как-то сконфигурировано, они делают там свои запросы, допустим, оплату покупки, у них там эформал конфигурация и на выходе, когда мы выходим из их процесса, мы дернем этот метод, чтобы, допустим, освободить какой-то класс, который удерживается по стронг ссылке. Ну, надеюсь, развил мысль. Понял, да, спасибо большое. И вопрос по еще логированию. А он логирует абсолютно все, собственно, все запросы, вплоть даже, если у нас Firebase там что-то фигачит или апметрика, неважно. Да, хороший вопрос логирует, и это классно, потому что можно проверить, что делают сторонние фреймворки. Ну, то есть, если они используют CF network, ну, скорее всего, они используют URL session внутри себя, мы так некоторые фреймворки проверяли, что делают. Ну, типа, посмотреть вообще. Можно еще по Wireshark, если нужно уйти ниже уровня HTTP. Кстати, очень интересно, как Wireshark девайс. Это не так, ну, интуитивно понятно. Надо поднимать... Ладно, я могу долго развивать мысль. Спасибо.